Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Стала переосмысливать свою жизнь и поняла, что живу совсем не так, как хотела бы. Думаю, что ошиблась выбор мужа, но уже есть ребёнок. Вёл себя очень плохо раньше, имеется в виду мужчин, постоянные друзья, пил. Сначала закодировался, стараюсь вас им угодить, но я не могу просить ему то, что было раньше и не сильно верю в то, что человек может измениться. С одной стороны, я эмоционально вымотанно, плюс мне нравится работа. С другой стороны, не могу представить себя без отношений, как будто пытаюсь отнюдь дыру внутри себя другим человеком. Это неправильно, помогите разобраться в себе. Ольга, в себе, конечно, разобраться мы вам поможем, но для этого нужно с вами поговорить. Это первое. Второе. Вы пишите. Стала переосмысливать свою жизнь? Как вы к этому пришли, что вас на это натолкнуло? Вполне вероятно, что натолкнуло вас на это чувство обиды. Думаю, ошиблась с выбором мужа. Мне кажется, что здесь есть некоторая важная деталь. На мой взгляд, одна, как минимум, из ключевых ошибок ваших заключается в том, на мой взгляд, что вы, в принципе, пытаетесь выбрать мужа. Или пытались выбрать мужа. То есть, вы выбирали себе мужа, а не, как вам сказать, а не партнера. Вот. В этом, мне кажется, и заключается основная проблематика. Я думаю, что есть определенные причины, по которым вы выбирали себе именно мужа, но не личность, как бы. На мой взгляд, на это вам имеет смысл обратить свое внимание. Внимание, причем, обратить стоит самое-самое пристально. Вот. Ибо ситуация здесь, на мой взгляд, связана с тем, что вы к себе не самым лучшим образом относитесь. То есть, понимаете, да, вы выбираете себе мужа, вроде как, но игнорируете его личность. И, естественно, это не может не складываться, это не может не перерастать в определенную проблему. Вот. Далее. Вы говорите, что муж вел себя плохо. Это вообще такая довольно интересная, на мой взгляд, позиция, когда вы говорите, что кто-то вел себя, ну, кто-то ведет себя плохо. Вот. То есть, ну, серьезно. Вы здесь рассуждаете, как мама. Как мама. Вот. Вы рассуждаете здесь, как мама, которая вот недовольна поведением своего ребенка. Вот. Ваш муж вел себя так, как он себя вел, он жил и продолжает жить так, как он хочет. Вы же говорите о том, что не верите в то, что он изменит вас так, как будто вам нужны его изменения. Зачем? Вы пытаетесь его переделать. Изменить. Вместо того, чтобы больше внимания уделять себе. Дальше. Я эмоционально... Я не могу ему простить то, что было. Что именно? Вы не можете простить. Ну, собственно, если муж считает это проблемой, вы можете вместе обратиться к психологу и об этом совместно поговорить. Но мне кажется, что не надо заставлять себя прощать. Вы как будто бы себя заставляете, как будто бы видите в этом препятствие своему счастью. Вот. Не нужно. Не нужно заставлять себя прощать кого-либо. Прощение либо есть, либо нет. К этому человек либо приходит, либо нет. Вы пишите. С одной стороны, я эмоционально вымотана. От чего? Плюс не нравится работа. Почему? С другой стороны, не могу представить себя без отношений. Почему? Потому что вы сами себя не воспринимаете, как отдельную личность. То же самое и с Мунин. Как будто пытаетесь обратить дыру в себе. Ну, правильно. Вы обесцениваете себя и пытаетесь наполнить другим человеком. Это, правда, не работает. Помогите разобраться в себе. Ну, изучите тему созависимости. И я думаю, что после этого можно начать консультироваться, если, конечно, вам это интересно. Вот. Ещё бы мне хотелось спросить, как вы представляете себе помощь в том, чтобы разобраться в себе? Ну, то есть, вы видите это так, что мы сейчас вот прочитали текст, например, ваш, да? И поможем вам разобраться в себе? Нет. Это так не работает. У каждого человека своя жизнь. Вот. Своя история. Это нужно учитывать. Готовы ли вы работать с психологом? Вот в чём вопрос. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь. Понял моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Абрасоть. До свидания.